Видео довольно длинное. Я специально оставил все сцены тестов для того, чтобы вы могли убедиться, что все выводы основаны на практике. Если получилось скучно, сори. В описании видео есть тайм-коды на результаты, но лучше посмотреть все, чтобы я был рад и доволен. Привет! Меня зовут Евгений Ивакин, это канал Заметки Ивакина, и здесь мы разбираемся со сложными, а иногда и очень сложными вещами, посвященными видео и киноиндустрии. Это видео целиком один большой эксперимент. Я сейчас начал запись этого видео, и я не знаю, чем это видео закончится, поэтому, скорее всего, на превью или в названии видео вы уже можете увидеть результат или как минимум догадаться, о чем будет идти речь. Я же все-таки расскажу. И начнем мы с того, что мы сейчас находимся в Рентале Кине Мотор. Они нам предоставили площадку, предоставили оборудование, и это оборудование мы сегодня будем проверять. Я хочу проверить миф, или даже одну теорию, основанную на некоторых логических доводах. Дело в том, что в большинстве случаев ряд пользователей и покупателей камеры оперируют и выбирают конкретное оборудование в зависимости от физического размера матрицы, утверждая, что чем больше матрица, тем глубже кадр, тем глубже можно получить размытие, он же глубину резко изображаемого пространства, и тем шире можно получить кадр, чем шире у нас матрица. Однако, все эти доводы основаны лишь на выборе физического размера матрицы. Я же хочу проверить это дело, сравнивая оптические схемы. То есть, мы будем использовать один объектив, но разные камеры. У нас в целом условия одни и те же, и посмотрим, что из этого получится. Я еще не знаю. И еще раз повторюсь, Кинемотор, огромное вам спасибо за то, что дали нам эту камеру с этим объективом. Вон тот вот объектив, вот этот стол, вот это окружение, этот свет, спасибо вам большое, вы просто лучшие, мы вас очень сильно любим. Обязательно берите оборудование у Кинемотора. Ссылка находится в описании под видео. Вот, сейчас же приступим к тестам. Ааа, да, забыл сказать, важная весть. Мы это видео снимаем на три камеры. У нас есть 4К, у нас есть 6К и у нас есть 8К в аноморфотном соотношении сторон. Поэтому это видео будет странно нарезано, странно сматировано, странно скадрировано, но очень вкусным и красивым. Все. В чем заключается суть эксперимента? Мы используем одно и то же стекло. Если быть точнее, что оно за стекло, Толя? Ксин ЦФ 16 мм. Ксин ЦФ 16 мм, просто бездумно повторил. И это стекло мы будем менять между 4К-покетом и 6К-покетом. Объектив этот сделан под байонет ЕФ. Соответственно, под матрицу Супер 35. В случае же с покетом 4К мы будем устанавливать его через спидбустер от компании Metabones с коэффициентом исправления кропа 0.71. По теории, на 4К-покете мы должны получить изображение чуть шире. Также, за счет того, что у нас есть спидбустер, мы должны получить на 1 стоп-экспозиции светлее кадр. Соответственно, сейчас съемка идет на 4К с этим объективом на диафрагме. Какой, Толя? Около 4. Около 4. Сейчас сделаем тестовый кадр, откроем диафрагму прямо на самый верх. Ну, в смысле, совсем откроем. На 6К. Сделаем этот тестовый кадр вот как он сейчас есть. А потом, не убирая объектив с наших уже рельс, мы поменяем камеру на Pocket 4К со спидбустером. И посмотрим, насколько кадр станет а. светлее и б. шире. Погнали менять камеру. Открыл дырку. Открыл дырку. Теперь нужно перекрыть ISO. Да, теперь перекрываем ISO. Диафрагма 2,6 ISO. У 6К Pocket сколько? 800. 800. При нормальной экспозиции. Супер. Теперь меняем на 4К. И смотрим, что у нас получится. А по экспозиции, Б по ширине кадра. Мы запоминаем сейчас. Давай посмотрим, где у меня край кадра. Вот, моя рука, это край кадра. Не шевели камеру. Кайф. Поставим теперь 4К Pocket. Честно говоря, я реально не знаю, получится или нет. Когда-то в интернете я топил за позицию того, что 4К Pocket при удачном подборе оптической схемы даст картинку шире и глубже. Сейчас же мы узнаем, насколько я теоретически был тогда прав. Но в этот раз узнаем уже на практике. С какой проблемой мы столкнулись? Площадка под 4К Pocket. Вот такая вот. Она категорически не подходит под ту площадку, на которой был установлен 6К Pocket. И соответственно, нам сейчас всю эту конструкцию нужно разобрать. Для того, чтобы установить 4К. И соответственно, мы сдвинем физическую позицию нашей опорной точки, которую мы брали за отправную для установки объектива. Следовательно, нам сейчас нужно максимально грамотно и совсем немножечко, по чуть-чуть, все это дело разобрать, чтобы запомнить. Вот, знаешь, типа замереть. И так, я держу. И все это пересобрать обратно. Или придумать какое-то технически идиотское решение. Что я, к счастью своему, склонен сделать. Так. Это у нас ограничитель теперь. Это наша... Вон, смотри. Соответственно, у кого там камера в руках, подойдите, подснимите. Это наш ограничитель. Он у нас ананас. Давай наклоним вперед чуть-чуть. Вот. Мы видим, мы уперлись прям болтиком затяжки вот этой подружки вот сюда. Соответственно, здесь мы это все и оставляем. Теперь это надо все филигранно, аккуратно. Как практически хирургически аккуратно разобрать. Ой, как это все сложно, ребят, технически. Вот вы не представляете, мы настолько заморачиваемся для вас, для зрителей, что вы просто обязаны поставить лайк под это видео, потому что это, ну, не просто все эти ваши научно-технические веселюшечки. Отодвигаемся немножко назад. Стоп. Снимаем стекло. Теперь пододвигаем камеру на площадке вперед. Мы поставили подставку под объектив ровно так же, как она была до этого. То есть объектив у нас будет неизменно в той же позиции, как и был. Фиксируем площадку, фиксируем камеру. Все зафиксировали. Соответственно, я демонстративно убираю. И теперь ставлю стекло обратно на место. Стекло стоит на том же самом месте. Я сейчас с Толей покажу вот это видео, где край моей ладони. По этому видео Толя сейчас скадрирует 4К-покет. Я сейчас открою правую часть изображения с 6К-покета. Толя, все готовы? Толя, ты готов? Слушай, на один балласт больше здесь. Да, смотри, здесь Астеру не видно. Я вижу, вот первый, второй балласт и третий наполовинку. А здесь... В 6К-покете видно полтора прибора. А в... Два с половиной. Ты понимаешь, что мы получили изображение шире? Итак, сейчас мы снимаем уже на Покет 4К. И, естественно, мы проверим ширину нашего кадра. Я отхожу влево. И также... Толя, говори мне, где мне остановить руку. Оп, это у нас левая грань нашего кадра. Теперь пойдем в правую. Посмотрим, насколько шире у нас теперь... Вот сейчас вы видите сайт-бай-сайт сравнение. Скорее всего, подо мной 6К-покет, я нахожусь в 4К-покете. Соответственно, мы с вами наглядно видим, что при одинаковом объективе, но в небольших корректировках оптической схемы Покет 4К дает кадр шире. А, казалось бы, должен дать 6К. Теперь же проверим тест яркости и тест глубины. Насколько вообще у нас все это сложится? Как мы будем проводить тест освещенности? У нас у ребят в Kinemotor есть замечательный серый блэкаут. Серый блэкаут. Его мы можем использовать как объект, равномерно освещенный. И, соответственно, мы можем поставить камеру таким образом, чтобы показывать в кадре только непосредственно этот блэкаут. Соответственно, подогнав настройки выдержки экспозиции диафрагмы, мы сможем сделать так, чтобы яркость этого объекта по площади всего кадра находилась ровно в 50% нашей гистограммы. После чего мы поменяем камеру и посмотрим, какие настройки нужно поставить. Для того, чтобы попасть в 50%, если настройки объектива не менять. На словах сложно. На практике сейчас будет более доступно, понятно, конкретно в процессе того, что мы делаем. Окей. Открываем дырку до 2,6. Это 4K Pocket. Теперь выкручиваем фокус для того, чтобы у нас ни в коем случае не было наше изображение резким. Нам нужно, чтобы наш фон размылся к чертовой матери. Насколько это возможно на данном стекле. Так, не очень. Вот, пусть будет так. Соответственно, теперь я включаю false color. И давай за счет ISO, за счет ISO я буду... Где она? Это ISO? Это ISO. Во! Итого, мы имеем при установленном таком свете, при установленной такой яркости и так далее, вот такую яркость сцены. Дырка 2,6. Соответственно, давайте запомним и даже запишем настройки, которые у нас получились. У кого телефон рядом, у меня телефон рядом. То я просто сфоткаю экран. И мы получаем Shutter 180, логично. ISO 1600. При этом дырка 2,6. 25 кадров в секунду, естественно. Экспозицию я уже сфотографировал. И мы сможем точно так же по инструменту false color на Pocket 6K выставить точно такое же освещение, чтобы получить такой же результат. Теперь просто перекидываем камеру. Итого, что мы имеем. Мы имеем точно так же установленный 6K Pocket. Настройки. 25 FPS. Shutter 180. ISO 1600. Выкрученный фокус. Открытая дырка. Все то же самое, что мы имели на Pocket 4K. Но со спидбустером. Теперь же давайте, прям имея такие же настройки, включим false color и посмотрим, какое изображение у нас будет у 6K. Вот что мы имеем. Для тех, кто не понимает, покажу. Я включаю переключение ISO и начинаю ISO поднимать. И вот здесь я получаю такую же освещенность, как у 4K Pocket. Я поднял с 1600 до 2000. Это явно заметно. Хотя, на самом деле, что-то мне подсказывает, что ближе к вот такому мы должны прийти. Ну, то есть, где-то между 1600 нам нужно 22500, 2200. Соответственно, для того, чтобы получить светлый кадр, нам выгоднее использовать 4K Pocket. За счет спидбустера мы повышаем экспозицию. Еще один плюс в копилку 4K Pocket. Он дает кадр светлее и шире. Теперь проверим последний пункт. Глубину. Ничего не подстроено. Все реальные тесты. Теперь, внимание, вопрос, господа. Как мы будем тестить глубину? Что мы делаем? Вы мыслите рамками оптической схемы. У нас один и тот же объектив. Мы как бы камеру сейчас не перекидывали, объектив дает размытие. Только объектив. Суть теста должна свестись к тому, что за счет того, что ты на 4K получаешь кадр шире, ты можешь подойти ближе для того, чтобы получить то же кадрирование, что и на 6K. Из-за того, что объект, к которому ты подошел, станет к камере ближе, ты сильнее размоешь задник. Вот. Соответственно, мы должны наоборот строить сцену не так, что мы ставим камеру, а перед ней раскладываем объекты. Мы должны это сделать в обратную сторону. Я понял. Вот. И вот в этом есть некоторая сложность. Что мы должны сделать? Мы должны поставить сейчас, к примеру, два систенда. Просто вот так. Вперед. Поставить их в одну линию вместе с камерой. Включить 6K Pocket, открыть дырку, сфокусироваться на переднем, зафиксировать, какая у нас ширина кадра получилась, сделать тестовый кадр. После чего перекинуться на 4K Pocket, посмотреть, какая ширина была у 6K, получить ту же ширину у 4K, сфокусироваться на передний со стенд и увидеть размытие заднего. Вот что мы должны сделать. Согласен. Спасибо. Кадр в пределении сериала. Как мы проводим тест? У нас есть две основных стойки. Мы их установили на третьей, и по ним будем ориентироваться, насколько задняя стойка будет размываться. Двумя другими стойками мы очертим ширину нашего кадра. Толя, насколько вправо мне еще двигать эту стойку, чтобы я обозначил правую часть кадра? Двигаю. Ну, да. Окей, другой стойкой мы обозначим правый край кадра. Для того, чтобы мы смогли, потом поставив 4K Pocket, попасть в ту же самую ширину кадра. Так, пошла эта стоечка. Да. Отлично. Итого, что мы имеем? Обозначенная левая и правая сторона кадра, и наш с вами тестовый экспонат для проверки глубины. Сейчас у нас на Pocket открыта максимальная дырка, и мы переводим фокус на переднюю стойку. Вот, у нас проявилась даже текстура тейпа. Соответственно, у нас есть кадр, и мы видим, насколько у нас размылся задник. Это на 6K Pocket. Теперь ставим на все это место, вот вместо вот этого вот места, вот эту штуку. Ставим то же самое стекло, так же выставляем камеру, чтобы получить то же самое кадрирование, и по третям выставляем стойки. Выкручиваем фокус. На первую стойку смотрим, насколько сильно размоется задняя. Все, отлично. У нас есть мыльный кусочек. Соответственно, теперь мы делаем презумпцию на наш кусоньку тейпа и ловим фокусинг, чтобы дна была текстура тейпа. Вот. Вот такую глубину кадра мы получаем на 6K Pocket. И вот такую на 4K. Как вам, ребятки, уровень размытия кадра? Я считаю, это как бы, ну, простите, совершенно разный разговор. 4K моет фон сильнее, чем 6K. Внимание! Вопрос. Нахера тогда вообще 6K Pocket нужен? К какому выводу мы с вами можем прийти? Если честно, я задаюсь вопросом. Для чего в таком случае нужен Pocket 6K? Давайте попробуем оценить то, что мы сегодня узнали. Pocket 4K с учетом спидбустера, причем, по большому счету, даже не важно какого, потому что мы использовали метабон с коэффициентом компенсации 0.71. Такой же коэффициент у спидбустера Viltrox EF-M2. То есть, в целом, самый стандартный бустер. Так вот, Pocket 4K с бустером дает нам картинку. Шире дает нам картинку глубже и дает нам картинку светлее. Да, мы пытаемся сравнить 4K и 6K, но, дорогие друзья, давайте будем объективны. Сейчас я вам показываю на экране два изображения. 4K и 6K. Итоговое видео на YouTube в 4K. Вы не отличите изображения 4K и 6K, к сожалению. Так вот, получается, нужны ли нам 6K? Если оценивать стоимости камер сейчас на рынке, то 4K Pocket можно купить за... Толик, сколько ты смотрел? 125. Новый. 4K Pocket новый на рынке стоит 125 тысяч рублей, в то время как 6K Pocket стоит почти 200 тысяч рублей. Мы получаем разницу минимум в 70 тысяч с учетом всяких за и против. За эти 70 тысяч можно купить как минимум метабонс, то есть дорогой и очень качественный спидбустер. Или купить дешевый Viltrox и сэкономить целый полтинник. Разницы между 4K и 6K вы не заметите. Так же, как и не заметит ваш конечный зритель. Получается, что 6K эта камера предназначается для тех людей, которые выбирают камеру исключительно из физического размера матрицы, не учитывая всех остальных факторов. Выбор же, по большому счету, остается за вами. Но я возьму на себя ответственность заявить вам, что 4K Pocket камера лучше, чем 6K. И напоследок добавлю вам еще одну интересную штуку. Pocket 6K имеет байонет под объективы EF, а 4K Pocket МФТ. Проблема в том, что под EF нету аноморфотной оптики. Поэтому 4K Pocket можно назвать по-настоящему синема камерой. Мы можем получить широкий аноморфотный кадр с хорошим разрешением, с хорошим битрейтом, в RAVI все как положено. На этом все. Всем спасибо. Спасибо вам, дорогая моя съемочная группа. Огромное спасибо компании Kine Motor за то, что пустили нас к себе в гости и пустят нас, я надеюсь, еще не раз. Спасибо им за то, что они дали нам это оборудование для того, чтобы мы могли провести объективные тесты и показать, что это никому не нужно. Меня зовут Евгений Вакин. Не забудьте подписаться на этот канал, поставить лайк этому видео, оставить комментарий, что вы по этому поводу думаете, а также погулять по ссылкам, которые находятся в описании, на все подписаться, все про лайк и все прокомментировать. Всем спасибо и увидимся в следующих видео. А я сейчас забракину подбородок и буду ставить как на предыдущих видосах, бля. Все. Ха-ха-ха-ха. Все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok